Привет, с вами Андрей, у нас Недхак. Мы, собственно, в данный момент находимся на 44 этаже генома. У нас персонаж... А, ну, собственно, вот это все этажи, которые мы пробежали в целом. Можете посмотреть. Собственно, у нас персонаж 17 уровень, мужчина, человек, турист, нейтральное распространение, божество, леди. Мы находимся на генома, 44 этаж, ночное время у нас в данный момент. Мы прошли уже по данжу 127 тысяч ходов. У нас 179 HP и 80 спалл пауэр. Арбор-класс минус 40, золота в инвентаре нет, у нас стоит автоподбор золота. По статам у нас все статы 18, кроме силы. Силы у нас 18 дробь 93. Мы сытые, мы перегружены, из-за этого замедлены. У нас экипирована кирка и мы неумелые с киркой. Нам нужно вернуть местами кирку на место для того, чтобы по инвентарю, чтобы нам она не мешала. У нас получается амулет спасения жизни экипирован. Также у нас присутствует в наличии амулет волшебного дыхания. У нас экипированы серебряные сабли, эльфийские даггеры также в наличии в квикере лежат, то есть в колчине. Собственно, у нас также есть дельфийский шлем на плюс 5. У нас вся экипировка, кроме, собственно, доспеха дракона защищена от огня. Как защититься от огня я рассказывал в одном из прошлых видео, поэтому, если вам интересно, также есть отдельный плейлист. Я специально для вас его вытащил в гайд по игре NetHack. Я специально его вытащил. Если вам интересно, вы можете его пересмотреть. Там я вытащил какие-то конкретные моменты, которые вам могли бы интересно быть по игре, если вы хотите, собственно, чуть больше в ней ориентироваться. В одной из там, в этом плейлисте он там, собственно, присутствует. Ну, вот. Рукавички, получается, ну, что у нас за экипировка здесь? Это, получается, эльфийский легкий шлем на плюс 5 гавайская рубашка, на плюс 5 это наша начальная экипировка, только не плюс 5, а вообще ботинки скорости, которые дают нам скорость очень быстрая. Самые обычные легкие рукавички, ничем не примечательные физики. Кище деревянный. У него армар-класс плюс 2. Собственно, у этих рукавичек плюс 1, у стандартной, у шапки тоже плюс 1. Драконий доспех из серебряной чешуи. Вот. Он зачарован на плюс 4. Плащ защиты. Зачарован на плюс 5, собственно. Пищевые пайки. Трупик лизарда. Лизард – это ящерка, которая может при поедании с себя снять с вас ошеломление, окаменение и смятение. Очень полезная штука. Большое количество палочек. Собственно, тут, наверное, стоит остановиться на палочке копания, электричества и, собственно, огня. Вот эти вот палочки позволяют вам выиграть полупостоянный алберет. Что очень полезно, если вас зажали мобы, что очень часто бывает, и вы просто прожимаете алберет. Выигрывая через команду Engrave, команда через решетку прописывается. Вы прожали алберет и просто мобы от вас отбежали. Палочка магической стрелы позволяет вам стрелять сквозь твердые предметы, как, например, собакание. Это очень полезно может быть. Также метать оружие вам поможет собакание. Палочка отмены позволяет вам отменить снаряжение, отменить проклятость предметов, перевести их в непроклятый статус. То есть, переводя на русский язык, получается... То есть, вам, например, нужны зелья воды. У вас большое количество разнообразных зелий, но вам нужны именно зелья воды. Вы складываете их в стопку и используете палочку, собственно, отмены, конселацию. И у вас получается зелье воды. Она будет непроклятая. Вам нужно ее благословить либо проклять. Для этого используются, собственно, свитки. Либо, ну, можно использовать свиток для снятия проклятий, конфузии, проклятой иды. Также можно подойти к алтарю, благословить. Ну, то есть, помолиться на своем алтаре. И вам тогда благословят воду. Как узнать, что это ваш алтарь? Ну, в большинстве случаев он будет подсвечен вашим вероисповеданием. То есть, в моем случае, нейтральное вероисповедание, алтарь должен быть нейтральным. Если у вас вы хаос, то, соответственно, алтарь должен быть хаосом. Если вы благочестивый, то есть, life full, то у вас, собственно, должно тоже присутствовать алтарь этого же. У нас присутствует кольцо замедленного пищеварения, кольцо free action, так называемое свобода действий. Кольцо левитации. Присутствует из инструментов огненный рог, который заменяет, по идее, огненную палочку. Но в большинстве случаев в геноме большинство бобов защищены от огня. Поэтому, в очередь, так скажем так, много бобов, но есть, которые не защищены от огня. Собственно, бакхолдинг в большом количестве предметов. Канделябр призыва, который в идеале благословитель. Для того, чтобы он просто послужил получше. Ну, чтобы, потому что мобы некоторые имеют свойство проклинать предметы, тем самым вы можете, когда вам понадобится им воспользоваться на вибрирующем квадрате, вы, чтобы смогли его снять. Блинфолд с ментальным зрением работает, повязка на глаза. Окей, открытие-закрытие двери. Урок единорога снимает с вас большинство тибафов. Также болезнь с вас может снять. Очень полезная штука, в общем, кроме ликантропии. Ликантропия снимается едой водой. Использовать рекомендуется именно благословленную, либо непроклютую версию. Лучше, конечно, благословленную. Волшебная лампа дает источник света. Собственно, и в ламп вообще два типа. Одна масляная, другая волшебная. Волшебная она постоянная, масляная она, собственно, заканчивается. Кирка, но мы для прокапывания местностью используем. Пикакс, она в основном вбивается у дворфов. То есть, самое начальное ответвление, до пятого уровня оно идет. Включительно можно быть иногда. Кулакало открытия, который будет использоваться дальше по сюжету для открытия прохода в измерение Молоха. Платиновая карта через команду Invoke используется для перезарядки предметов. Такие как инструменты, либо палочки. Но, опять же, у нее есть кулдаун. То есть, около 300-400 ходов вам нужно будет подождать. Стеноскоп позволяет определить ваш статус, как и статус ваших врагов. Лаки Стоун позволяет взаимодействовать с вашей удачей. Наславленный Лаки Стоун дает плюс 3 постоянной удачи. Непроклятый удачу прыгает от плюса 3 до минуса 3. А проклятый Лаки Стоун делает вашу удачу минусовой на постоянке. Минусовой не рекомендуется использовать. Собственно, мы на 44 этаже. Давайте спустимся на этаж ниже, посмотрим. Собственно, мы уже здесь один раз были. Мы забегали сюда, искали моба. От который от нас убегал. Тут, собственно, присутствует тролль, как вы помните. Давайте его сейчас загеноцидим. Борьба с троллями эффективнее всего работает, когда вы... Тролля нужно либо съесть, что рекомендуется сделать, либо просто его законсервировать, либо дать вашему питомцу его съесть, если у вас он есть. В моем случае мы его просто будем консервировать, для того, чтобы он больше не вставал. Собственно, это вы... Да, на данный момент вы наблюдаете мою сумку, так называемую бакхолдинг с утренней стороны. Вот. Собственно, открываем набор консервирования, если он называется. И через команду аплей им пользуемся. Нам говорят, вы хотите законсервировать тролля? Мы говорим, да. Так, нажимаем мы буковкой и дропаем тролля, мы кушать его не будем, и выбираем набор консервирования обратно в наш бакхолдинг, то есть команду put. Сначала команда аплей прожимается, потом команда put прожимается. Собственно, убрали, двигаемся дальше. В идеале, конечно, использовать... Давайте посмотрим, кто это. Это глаз пирс. Собственно, это скрытая хреноплетина, которая я в данный момент стеклянная, но вообще она не особо сильная, но очень больно может бить вас, если у вас очень низкий армор-класс. Ловушка камней вам ничего не сделает. Но это, кстати говоря... Да, это ловушка камней. Ловушка камней, если у вас присутствует шлем, особенно металлический, для вам она ни хрена не сделает. Если у вас высокий армор-класс, она вам тоже ни хрена не сделает. Кстати говоря, дракон присутствует. Black дракон. Давайте убьем это глаз пирс, чтобы он не отсвечивал здесь. А когда мы найдем переход на следующий уровень, мы нашли 100 монет, давайте их уберем в инвентаре. Золото тут имеет вес в плане единицы. Ну, то есть вы можете быть перегружены, чисто нанеся с собой одни монеты. BR трап. Собственно, BR трап вас замедляет, тем самым ваша ловкость падает от этого. Но это временное явление, поэтому не стоит особо сильно обольчаться. На уши. На уши. На уши шне какой-то. Ну, это один из демонов, скорее всего, ничем не примечательный, я так думаю. Ну, кстати, что-то кастует магию даже удивительно. А поушен левел, шикарный поушен. В идеале, конечно, его выпить, но я рекомендую его коллекционировать, для того чтобы с проблемных уровней можно было бы свалить. Мы убили этого демона. Еще одного члетного футрацион можно подобрать, все, что нам не интересно. Ну, то футрацион для того, что учесть то он присутствовал. Ну, а учитывая то, что у нас кольцо замедленного пищеварения стоит, мы меньше голодаем. Поэтому можем в этом вопросе, конечно, особо не заморачиваться. А, собственно, также вы лицезреете синего дракона. Блю драгон, так называемый. Он бьет электричеством по площади. Поэтому очень важно не получить от него урон в лицо. Ну, собственно, это тоже ничем не примечательный моб. Он вас будет бить огнем. Давайте посмотрим, кто у нас еще здесь есть. Невидимое какое-то чудо тут. Ну, один из демонов, ничем не примечательный. Вот единственное, вот это вот ларки обор, он вас может поглощать. То есть, у меня есть отдельная... Это, кстати говоря, была огненная ловушка. У меня есть отдельное видео по поглощателям, как с ними бороться. Можете посмотреть, если вам интересно. Ну, собственно, какая-то палочка. Давайте посмотрим, что это за палочка. Мы, кстати, до сих пор ее не узнали. Что удивительно. Ну, если мы не узнали ее до сих пор, значит, она вам не нужна. А мы дальше, кстати говоря, копать не можем. То есть, давайте поменяем руку и просто прокопаем. Начнем забивать этого. Нас этот трапер не может захватить, но он всегда хватает. Это, кстати, палочка невидимости. Палочка невидимости делает вас невидимым. Эффект, правда, временный, но все же. Это, кстати говоря, дружелюбный элементаль воздуха. Это один из самых опасных элементалей. Он может убить вас даже с очень высоким марвел-классом. Мы нашли переход, собственно. Теперь нам наша задача просто прокопать дорожку, чтобы идти напрямую. Блю Драгон на нас напал. Давайте его серебром забьем. Ну, на нас это... Нам говорят, что вы не работаете над своей рефлексией. Но он ошибается. Собственно, Блю Драгон. И тут чисто сам трупик Блю Драгона. Кушать нам нельзя его. Сам трупик Блю Драгона дает сопротивление к электричеству. Собственно, вот этот кристальный доспех. Он дает вам возможность тестовать магию. Копаем местность. Для того, чтобы мы могли... А, она у нас, собственно, вверху, да. Ну, по сути, нам просто нужно напрямую идти. Забиваем хвост этого... Червяка. Давайте посмотрим. Это... А, это огненный... Мы его убили. Кстати говоря, как адрес сверху присутствует. Один из самых опасных мобов, которые вообще присутствуют в игре. Давайте его убьем. А, при взаимодействии с как адресом очень важно, то есть, когда вы его убьете. Чтобы, ну, когда... Если вы его именно в мели бьете, вы бейте его именно в перчатках, то есть, чтобы у вас все части тела были защищены. Как защищены, то есть, были одеты перчатки, ботинки, доспехи, либо хотя бы какой-то плащ. Ну, и шапка, собственно. Для того, чтобы он вас не смог окаменить. Потому что, если трупик как адрес вас окаменит, вы, скорее всего, проиграете. Мы подняли трубка к адресу для того, чтобы в будущем воспользоваться. Уберем золото для того, чтобы оно нам не делало вес. Мы прокапываем прямую дорогу для того, чтобы мы могли прямо пройти. Нам не дают почему-то кататься. Хвост, наверное, это не дают. Это черный пудинг. Ничем он особо не примечателен. Собственно, чешуя красного дракона, которую можно превратить в доспех дракона, используя на нем свиток улучшения брони. Вот. Но мы просто копаем, по возможности, прямую ловушку. Давайте убьем червяка сначала. Тут присутствует каменный голем. Ну, каменный голем при смерти он окаменевает. У червяка всегда два, две вещи присутствуют. Это, собственно, его зуб и его труп. Но в большинстве случаев этого хватает. Зуб червяка можно превратить в метательное оружие. Через зачарование. Собственно, мы прокопали прямую дорогу. Давайте убьем гиганта тоже. Мы наступили в BR-трап. Он использовал палочку копания и от нас свалил. Ну, пускай валит. Давайте посмотрим, что это за буковка собачка, так называемая, рядом с нами. Это хаосный капитан ускоренный. Давайте его убьем. Гнида. Они все попадали. Видите, в чем проблема? Ну, недолюбливая. Кстати, полиморф-трап одна из самых опасных ловушек на высоких уровнях. Почему опасные? Мы, кстати, очень далеко упали, судя по всему. Причем далеко это мягко сказано. Мы до хрена упали этажи. BR. В большинстве случаев вас должен привязывать к месту. Блин, я так хотел спокойно пройти, а мне, видите, не дают. Мы упали в дырку и из-за этого провалились на большое количество этажей вниз. Просто я почему хочу, потому что там, скажем так, не самый безопасный выход будет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы выход был более безопасен. Я его хочу себе обезопасить. Вот капитан с палочкой копания мусорной. Собственно, мы вернулись. Это Нюрса наверняка. Да, Нюрсу, в принципе, трогать не стоит. Ну, потому что она нейтральное вероисповедание. Она и является человеком. Но Нюрса с нами дерется. То есть, вы можете это увидеть. Она с нами дерется. Давайте посмотрим, кто это. Эльфийский король. На самом деле, вот этот розовым цветом будет подсвечиваться не только эльфийский король. Будет также подсвечиваться волшебник Эндора. Один из самых опасных врагов. И на него рекомендуется использовать палочку смерти. Для того, чтобы он с вами вообще никак не взаимодействовал. Имеется ввиду волшебник Эндора. Потому что он является человеком. Он ваш главный враг по квесту. Как только вы заберете у него книгу мертвых. Он вас будет постоянно преследовать. Вплоть до астрального плана. И чем дольше вы находитесь на уровне, тем больше вероятность того, что он к вам придет в гости. Огненная ловушка. Давайте посмотрим, кто это рядом с нами стоит. Это Глаз Пирс. Ничем не примечательно, как я и говорил. А вот Фрэш Голем, который здесь присутствует, это один из самых полезных трупов. Поедание Фрэш Голема даст вам возможность получить один из резистов. Не такие, как элементальные резисты. Собственно, огонь, холод, электричество и так далее. В общем, он один из самых полезных. Давайте прокопаем дорогу. На нас напала Линк. Это, собственно, резиста. Нюрса на нас пытается драться, но мы не будем драться с Нюрсой. Потому что мы знаем, что Нюрса безобидная. Она даже старее. А и Нюрса, по сути говоря, для вас даже друг. Почему друг? Потому что в большинстве случаев Нюрса не несет для вас никакой угрозы. Она скорее ваш помощник. Посмотрим, что это за красные буковки. Это сержанты. Ну, они ничем не примечательные. Мы уже дрались, как вы помните, на квестовом уровне с сержантами. Хотя мы были в несколько раз слабее. Поэтому ничем не особо не примечательны. Дезинтегратор. Вот этот дезинтегратор один из самых опасных. Который вообще присутствует в игре. Потому что дезинтегратор уменьшает зачарование ваших предметов. При взаимодействии с вами. То есть, если он взаимодействует с вами, у него пассивная атака уменьшает, собственно, зачарование. То есть, если, например, у вас был доспех плюс пять, а дезинтегратор с ним повзаимодействовал, у вас доспех станет меньше. Гораздо меньше. Из-за того, что дезинтегратор просто с ним повзаимодействовал немножко. Из-за этого дезинтегратор такая вернила. Рекомендуется убивать только на расстоянии, если у вас есть возможность. Либо просто забить его огнем. Как вариант, давайте сейчас так и сделаем. Хотя, тогда огнем мы сожгем свои эльфийские даггеры. Если будем бить его огнем. Давайте уже добьем дезинтегратора. Подберем все свои эльфийские даггеры. Собственно, два предмета здесь. Он орчи стрелы тащился при себе. Но нам они не интересны, поэтому мы просто идем дальше. Давайте прокопаем дорогу немного. Собственно, сержант. Но они всегда будут агрессировать. Еще одно демоническое отродье под именем Врок. Поэтому очень важно использовать. Сержантов, кстати, не стоит есть, если вы являетесь человеком. Потому что сержанты являются тоже людьми. И из-за этого у вас могут возникнуть проблемы с вашим божеством. Нюрсу мы трогать не будем, пускай и живет. Нюрса одна из самых безобидных мобов. И с кем вы вообще могли бы столкнуться. Потому что мы это прокопаем место. Мы это прокопаем место. Мы, в принципе, могли бы идти дальше. Но, я думаю, надо поисследовать его для того, чтобы... Мы на 46 этаже в данный момент находимся. У нас, кстати говоря, освещенность очень плохая. Скорее всего, упала лампа. Да, давайте вернем лампу изначальное состояние. Собственно, нож нам не нужен. Подобрали некоторое количество монет. Все монеты запихиваем в нашу сумку для того, чтобы они нам не делали веса. Благословленный бакхолдинг, так называемая сумка хранения, дает нам больше преимущества. Собственно, все один раст монстр и дезинтегратор. Вот раст монстр нам ничего не сделает, а вот дезинтегратор нам может что-то сделать. Поэтому наша задача не подставляться под дезинтегратором. Еще 400 монет с копейками нашли. Давайте их уберем. Нам дали галлюцинации. Насколько я знаю, галлюцинации Рог Ян Рог не поможет снять, да. Нам нужно будет этого убить. Галлюцинации у нас снять не получится. Раст монстра мы убили. Слава богу, это не дезинтегратор был. Собственно, черный дракон, он бьет лучом дезинтеграции, который мгновенно убивает вас, если у вас нет отражения на себе. Вот он имеет 140 хп, арбор класс минус один. Это имеется ввиду, если он постует свою лужу, ну не лужу, как она называется. Кольцо телепорт контроль нам в принципе не нужно. Берем его золото. Почему огонь мерзкий? Потому что, когда вы бьете огнем, в большинстве случаев экипировка, которая присутствовала в умовах, она также прогорает. Тем самым вы в минусе получаетесь. С дезинтегратором не стоит сражаться вплотную, потому что он вам хуже сделать, я уже об этом говорил. Давайте на него используем рок. Используем еще раз рок. Через команду опле он юзается. Мы убили дезинтегратор, отлично. Собственно, это кракен, если я не ошибаюсь. Непонятно, что он здесь делает. Тут, кстати, огромное количество воды присутствует. Кракен имеет свойство вас привязывать. То есть, он своими щупальцами вас просто утянет в воду за собой. Но чтобы он этого не сделал, вам нужно использовать умолеп волшебного дыхания. Либо бить его на расстоянии. Даже если он вас утянет, вы ему просто рукой можете помахать. У меня очень плохо то, что я наступил в воду. Из-за того, что я наступил в воду, у меня половина зелья может просто смыться. В воду вообще наступать нежелательно. Давайте посмотрим, смылись ли они. Да, обратите внимание, половина свитков просто смывается. Подделим, посмотрим. Кольцам ничего не будет. Левитация поможет, но проблема в том, что кракен у вас может не дать вам левитировать. Меняем, собственно, кольцо волшебного дыхания, магического, на собственному лет спасения жизни, он более универсален. Полевитировать над водой можно, или я бы даже сказал, нужно. Для того, чтобы просто не заморачиваться в этом вопросе. Посмотрим. Коническая шапка, она бывает двух типов. Так называемая шапка дурака и картаун, собственно. Но шапку дурака делать не стоит, потому что она ваш интеллект и мудрость, получается, понижает до 4 единиц, если не оживаете. А вторая шапка, она идет только для волшебников в основном, поэтому ее в основном никто и не использует. Она дает им ясновидение на постоянке. То есть, для волшебников в этом вопросе она очень полезная. Так называемый колпак. Еще какие-то перчатки, не понятно, что это за перчатки. Но мы их в любом случае брать не будем, потому что у нас уже есть другие перчатки. Нам они, даже если это перчатки ловкости, они нам погоду не сделают либо силы. Во-первых, мы не знаем их проклятость. Это стекло. Какая-то ловушка присутствует. Давайте посмотрим, что это за ловушка. Это ловушка сонного газа. Мы можем уступить в ловушку сонного газа, потому что мы не утнем. У нас есть сопротивление к сону. Исследуем, собственно, этажи. 46-й уже у нас пока потихонечку видно. Еще одна ловушка. Давайте посмотрим, что это за ловушка. Это скрипучая доска. Скрипучая доска будет всех существ на уровне, если они спят. Если они медитируют, она их также будет. Очень мерзкая ловушка. Чтобы ее обойти, это ловушка камней. Для нас она, в принципе, про нее уже рассказывала. Ловушка камней вас просто закиливает камнями, тем самым вы становитесь... Ну, опасно очень на начале. Пока у вас нет снаряжения, так называемой, шапки и не шапки. Когда у вас появляется снаряжение в виде шапки и так далее, вам уже становится на эту ловушку хер. Большое количество демонов. Езру какую-то... Хезру. Не понятно, что за демоны. На самом деле, все демоны плюс-минут одинаковые. Кроме вот этого и призрака, один из самых полезных трупиков. У него... Этот трупик и даст вам возможность... Гигант... Гнида! Гигант провалился в дырку. Из-за этого... Мы за ним провалились. То есть мы уже на 47-м. Капитана мы сейчас убьем. Видите, он тоже провалился в дырку. Ну, они как... Не знаю, здесь сделали этих мобов. Когда у них мало здоровья, они всегда сбегают. Они используют палочки копания для этого. Они тупо прокапывают, скажем, на себе дорогу. А раз этот монстр для нас не страшен... Горинет тоже. А вот дезинтегратор для нас очень страшен. Поэтому нам не нужно... Драться с дезинтегратором. Поэтому используем магию, чтобы убить этого дезинтегратора. Ксорн на нас также агрессирует, но Ксорн он вам дает ошеломление. Возвращаем, собственно, с помощью черты копая место. Мы нашли переход дальше, но нам он не актуален. Давай, как вариант, посмотрим на него. В следующий этаж. Собственно, посмотрели, все, хватит. Почему я не рекомендую бежать впереди паровоза? Потому что вы в любом случае успеете пройти игру. Ну а вот лишние зелья, лишние свитки улучшения, лишние зелья опыта и так далее, лишними не бывают. Поэтому я рекомендую не торопиться, а просто идти, копать, собирать. Лекрот один из самых опасных мобов, он очень много урона наносит. Он скастовал свиток элементаля, точнее креат монстр. Мы убили вампира лорда. Убили гиганты зомби. И, собственно, Горина Эльф тоже упал. Палочка невидимости нам неинтересна. Собственно, двое консервов, непонятно что из себя представляющих. Но кушать мы их не планируем. Собственно, и один гигант, но, как вы помните, он зомби. Соответственно, зомби есть нельзя, потому что трупы и зомби просрочены. Вот. Поэтому просто двигаемся дальше, собираем золото. А золото мы обменяем... Золото просто обменяется на защиту. То есть, армор-класс увеличится. Мы не бесследовали до конца этаж, нас просто скинули. Что очень плохо. А зомби, как говорил, есть не стоит, поэтому вам просто дадут пищевое отравление. Его, конечно, можно снять, но нафиг оно вам нужно. Хотите есть, ешьте обычных гигантов. Они вам дадут свои трубики наверняка. Стекло нам неинтересно. Камнепадная ловушка тоже. Камнепадная ловушка тоже. Используем рок. Для этого через команду invoke, у меня она где-то была забинжена на кнопочку. Нажимаем, собственно, нашу кредитную карточку и нам говорят, что вы хотите зарядить. Выбираем рок. Смотрим то, что у нас 129 тысяч ходов. Теперь нам надо где-то через 400 ходов. Плюс-минус. Посмотрим на рок, как теперь он стал выглядеть. Собственно, 1,2. Ну, видите, то есть зарядов стало меньше. У нас, видимо, опять едет обзорка. Нет, обзорка плюс. Левел-телепорт у нас не работает, потому что у нас сопротивление к магии. Сопротивление к магии контролит... Да, хороший уже шуметь. Сопротивление к магии контролит этот левел-телепорт. У нас напал крокодил. Кстати говоря, по поводу крокодила. Крокодил один из самых интересных мобов. С него можно получить эти, получается, кожаные ботинки на плюс 2. Если превратить этого в трупе крокодила, в этого, во что-то. То есть просто использовать превращение. Призрак. А призрак вообще... Заберем у него палочку копания. Поменяем руку, раскопаем мечи. Попытаемся убить дезинтегратора. Как и говорил ранее, дезинтегратора надо бить только на расстоянии. Потому что нельзя его вплотную бить. Иначе в вашей экипировке просто придет хана. В каком плане хана? В плане то, что ваши цифры урона, цифры защиты просто упадут. Вы просто очень сильно просядете. Убили дезинтегратора, а к нам кто-то еще идет. Давайте посмотрим, кто это. Это какой-то мастодонт. Давайте подойдем к нему поближе. Посмотрим, что это за существо. Через стеноскоп на него наведем, посмотрим. Я что-то не посмотрел. Давайте еще раз посмотрим. Он, видите, от нас убегает. Скорее всего, он не агрессивный. Ну, с высоким процентным шансом, разумеется. Сыток Криат Монстр, один из самых мерзких свитеров, которые вообще присутствуют в игре. Потому что, в большинстве случаев, мобы будут использовать их. Причем, им будет плевать на вас. И плевать на то, что вы хотите, чтобы они не использовали их. Не хотят. Не хотите. То есть, им будет пофига. В этом вопросе, это один из самых мерзких свитков, которые вообще присутствуют, когда вы будете. Масадонт на нас согрелся. Давайте его убьем. Невидимо, у этого тоже шлеп. Они, конечно же, попытаются от вас свалить. Собираем золото. Как вариант, можно уже даже было кирку таким образом прокачать. Чтобы мы их уже били. Ну, опять же, серебро эффективнее против демонов. Поэтому серебро более эффективно вам будет драться с ним. еще некоторое количество золота и кольцо дамага. Антимагическая ловушка. Пропускаем ее. Она нам неинтересна. Учитывая, чтобы нам не наступить на нее в следующий раз. Просто меняем руку и меняем раскапывание. Место. Исследуем. Тут какая-то ловушка. Это огненная ловушка и палочка света. Она нам неинтересна. Ловушка левел телепорт. Нам тоже неинтересна. Как я говорил ранее, на сопротивление к магии она не работает. Как вариант, ловушка одна из самых опасных. Это магическая ловушка. Она зареспаумовала нам огромное количество мобов. Магическая ловушка. Тем самым мы... И плюс нас еще и ослепило. До кучи повесил дебаф. Давайте оденем на себя повязку на глаза. Для того, чтобы лицезреть мобов. Это ледяной, да? Это невидимый сталкер. Самый не опасный, по сути говоря, противник. Его можно съесть. Он даст вам... Его два раза, правда, есть. Но он даст вам возможность... Получить невидимость на постоянке. Но вам нужно быть готовым к тому, что у вас конфузия. Я его долго бью. Это вроде серебряное оружие. У нас опять, как вы можете заметить... Слетело этот... Йетин. Давайте его съедим. Заодно законсервируем. Как вариант. Достаём набор консервации. У нас он в Tools. Собственно, лежит Tinning Kit. Консервируем Йетина. Через команду Apple. Нам говорят Йетин. Мы говорим да. А теперь нам нужно убрать набор консервирования. И достать открывашку для консервов. Чтобы она нам побольше сытости дала. Открывашка для консервов у нас также лежит там. Осталось только её найти и достать. Убрали, собственно. И достаем открывашку для консервов. Открывашка для консервов это Tinning Opening. Собственно, меняем руку. То есть, руку получается на кирке. Используем открывашку. Пробуем, пытаемся съесть. Через команду it. Видите, мы юзали кирку для открывания. То есть, мы не переодели. Из-за этого сейчас сытости меньше получим. Ну ладно, не страшно. Поели мы Йетина. Нам ничего не дал. Что очень жалко. Убираем на открывашку. Меняем. А свинг нам не нужна. И это прокопаем. Насли ещё 200 монет. Что-то мне подсказывает, когда мы пойдём за защитой. Мы просто офигеем за защитой. Которую нам и смогут предоставить. Обжалый монстр ничем особо не примечательен. Собственно, это эльфийский король. Я тут наблюдал, что у ребят есть эльфийская королева. При прохождении, по крайней мере. Не знаю, что между ними разница, но сам факт того, что она присутствует, конечно интересно. Собственно, рацион пищи. Давайте покушаем. Если у короля мы кушать не будем, рацион пищи не будем. Он ему не понравился. Нашему главному герою. Это Блэк Пудинг. Он, насколько я помню, вешает так называемое очернение на этот. На ваше снаряжение. Типа Проте. Кушать пудинг можно, но вопрос, он нужно ли. Исследуем местность на наличие предметов полезных для нас. Камень, скорее всего, упал в яму. Там дальше была яма. И, видимо, камень упал как раз в эту яму. Траппер. Давайте его убьем. Траппер имеет свойство у нас схватать. Он нас не схватил, потому что у нас кольцо замедленного пищеварения стоит. Поэтому он нас не схватил. А так, траппер, он является поглощателем. Он у вас должен был схватить. И мы с ним дрались уже изнутри. На поглощателе есть отдельное видео, как с ним бороться. Мы, собственно, исследовали весь этаж, чтобы ничего интересного для нас не оказалось. Деревемся дальше. Сорок седьмой этаж. Собственно. Полиморф, трап, как вариант, можно воспользоваться. И то, что превратится. Если у вас есть кольцо контроля превращения, для вас это, конечно, будет лучшая ловушка. Вы при наступлении на нее сможете выбрать какое существо сможете превратиться. Полиморфирование обратно будет через некоторое количество ходов. Ну, оно всегда рандомное. Около 400. Сколько там форма держится. Либо она, собственно, при гибели. Гибель, я думаю, мы не рассматриваем, потому что гибель никто не хочет. А, собственно, тролль. Кстати говоря, луатстоун у него присутствует. Как вы видите, луатстоун – это один из серых камней, которые не стоит поднимать. Потому что луатстоун в большинстве случаев – это плохой камень. Вообще, что такое луатстоун, чтобы вы имели представление. Луатстоун – это загрузочный камень, который… Почему, собственно, не стоит поднимать эти серые камни, которые вы видите все? В первую очередь стоит их пнуть. Мы только что шлепнули серого, так называемого равнильного кентавра. Давайте убьем гиганта и съедим его трупик. Эта гнида свалила в нору. Я, кажется, понял, почему мы гиганта никак съесть не можем. Мы гиганта съесть не можем, потому что… Чё, там долго ты бьешь, блин? А, пиролист бьет огнем на расстоянии. То есть, если у вас нет защиты от огня, как и защиты для эвитировки от огня, то для вас это будет печально. Ну, то есть, он будет вас избивать огнем. Это, кстати говоря, фризерк. Давайте попробуем его съесть, чтобы он нам свой трупик оставил. Но трупик он нам свой не оставил. Мастодонт, как вы помните, агрессивный, но на нас он почему-то не сомневался. Он нам дал поушин левитации. Нам, в принципе, поушин левитации не нужен. Но при возможности мы попробуем его смыть. Поэтому мы просто его складируем с собой, чтобы получить зелье воды. Кто-то кастовал магию. А, невидимый орд кастовал магию невидимости, судя по всему. Ну да, палочка невидимости. Исследуем, собственно, сорок седьмой этаж. За руки ничем не примечателен. Он достаточно посредственно бьет, но он бьет очень часто. То есть, как вы видите... Ботинки, кстати говоря, скорости у него еще. То есть, из-за этого, наверное, он часто и бил. Очень много ловушек. Такие, как... Зеркало нам особо не интересно. Такие, как... Ну, получается, трапы. Ну, вот сейчас я вам его покажу. Холл, так называемые, норы. Из-за этих норов ваши враги будут просто сваливать от вас. Что, на самом деле, очень плохо. Потому что, если вы все хотите догнать, а этот враг постоянно от вас убегает. Из-за вот этих вот ловушек. Мы, собственно, нашли же переход, да. Мы его нашли. Клантовый механик дает внутреннюю скорость. Он вас также будет телепортировать по уровню. При ударе. Опять же, обратите внимание, вот эта капитана оказалась палочкой копать. Ух, какая же ты гнида, а. Вот я, честно говоря, не люблю вот из-за этого врагов. Если вы не успеете нанести им достаточно урона до того момента, как они слиняют, они просто от вас убегут с вашими предметами. Кстати говоря, пурпурный червячок, это саламандра, она из огня. Ну и саламандра свалила в нору. У нас он попытался скушать, но у него ничего не получилось. Пурпурный червячок у нас попытался съесть, но у него ничего не получилось. Двигаемся дальше, исследуем весь этаж на полезных предметов для нас. Собственно, посмотрим, что это за ловушка. Это яма с кольями, нам особо не интересно. Ну, во-первых, золото стоит подобрать, потому что золото – это потенциальная наша защита. Когда мы придем к своему священнику, у нас он пришел сюда две штуки. Чтобы вы понимали, что это за ловушка рядом с нами – это мина. То есть вы, когда наступите на ловушку мины, во-первых, замедлитесь, и у вас упадет волк. И вы просто будете, как черепахи полкинцы. Нашли еще 400 монет. У нас, например, священник находится в данный момент на третьем этаже. Также он находится на одиннадцатом этаже. Ну, конкретно не сам священник находится, а находится алтарь. Освященник там может быть меньше, гораздо. То есть, например, священник, скорее всего, находится… То есть у нас очень много алтарей, освященных нашему божеству. Потому что все алтари можно перекрасить под свой цвет. Вот кроме первого мы почему-то его не перекрасили. Наверное, из-за того, что он нам не был нужен, либо нашли альтернативу. Ну, например, сколько у нас сейчас данным золота? Чтобы вы понимали, количество золота, которое я уже купил, Субтитры — 31000. Нам, чтобы получить защиту хотя бы на один уровень, Нужно будет священнику дать ваш уровень умноженный на 400. То есть у нас семнадцатый уровень. Это, получается, умножить на 400 — это где-то около 6800 за один уровень. Один уровень — это примерно… Ну, учитывая то, что у нас очень высокий армор-класс, Это, скорее всего, по единичке будет. Ну, конечно, особо единичка погода не сделает, Но вот, например, у нас 6800, как говорится, на 30 — это достаточно много. То есть это, грубо говоря, около четырех раз мы сможем практически сделать, Что для нас будет очень полезно. Опять же, лекрота — больно бьющее чудо, бьет по три раза, но ничем особо не примечательное. Важно не наступать в ловушке копания для того, чтобы вы просто оставались на текущем уровне и не сваливались при этом дальше. Но гниды… Враги трусливые. Они от вас… вас побьют и сбегут от вас. Те же самые боссы, они как крысы поступают. Огромное количество гигантов зареспаунули. Это хорошо. Нашли по ушам конфузии. Гиганта, как вариант, стоит законсервировать. Давайте это вместе с вами сделаем. Достанем, собственно, набор консервирования. И просто законсервируем гигантом. Через команду Апли. Для чего мы консервируем гиганта? Для того, чтобы он нам впоследствии дал возможность защиту получить. Аплодисменты. Видите, нам не дают поесть. Нам палочку снули. Нам пытаются сном пробить, но у нас не пробить. Да? Давайте попробуем еще раз поесть. Мы получили защиту. То есть, не защиту, а силу. Тем самым мы плюс не зря консервировали. Посмотрим, что у этого. У него, собственно, делидриум кристалл, как вы видите. Это один из самых дорогих драгоценных камней, которые присутствуют в игре вообще. Поэтому это очень полезный лут. А все драгоценные камни, они продаются универсальному торговцу. Давайте поедим этого гиганта. Важно, когда вы будете есть, чтобы у вас не была сытость. То есть, в моем случае, это желтенькая сытость, чтобы у вас ее просто не было. Если она у вас будет, вы не сможете съесть. Точнее, как сказать, вы сможете съесть. Но для вас последствия будут печальны. Вы сказали, что ваш персонаж, скорее всего, погибнет. С одним шансом. Исключение, если у вас присутствует... Как вы видите, мобы трусливые. Они от вас просто убегают. Когда у них остается мало здоровья, они начинают от вас убегать. Тем самым, ну, очень трусливые мобы. Что, честно говоря, очень сильно раздражает. Вместо того, чтобы драться до конца, как говорится, от вас просто убегают. Консервируем дальше гиганта. Получили его мяско. Давайте его еще раз поедим. Ну, нам, как вы видите, не дали больше силы. Поэтому убираем пока убор консервирования. Ну, в любом случае, у нас еще плюс один. Плюс одна сила, мы надвигаемся, по крайней мере, вверх. Это водный элементарий, если не ошибаюсь. Давайте вместе с вами через стеноскоп на него посмотрим. Ну, да, это водный элементарий, ничем особо не примечательно. В воде их будет во много раз больше. Если бы вы играли рыцарем, рыцаря забирали бы карму мировоззрения за то, что он постоянно добивает отступающих врагов. Угленная ловушка была. По нам пили магию. Создал креат монстр, но креат монстр оказался единичкой. А в пеналии червяка, собственно, кольцо невидимости, палочка волшебного магического меса. Могу большое количество драгоценных камней. Палочка волшебного меса пойдет, так называемая магическая стрела. Собственно, Айс Дьявол, если у вас есть в открытом инвентаре склянки, их лучше убрать, потому что он бьет холодом. И вам просто будет некомфортно, когда ваши склянки будут разбиваться. Лейтенант прыгает в нору. А, не все попрыгали в нору. Вот почему очень важно закрывать всякие норы и так далее. Потому что все ваши враги просто попрыгают в норы. И потом на следующем уровне, когда вы придете к этим врагам, их окажется огромное количество, что для вас будет очень-очень плохо, потому что вы просто будете не готовы, скорее всего, к такому количеству врагов. Собственно, палочка копания, но она, скорее всего, просто закончилась, из-за этого он не стал копать больше. Другого объяснения у меня просто нету, потому что враги в большинстве случаев крысы еще и те, они постоянно от вас убегают и постоянно прячутся. За нами бежит собачка. Видите, да, большая собачка нас пытается ударить. Это собак, кстати, как кот. И, получается, лошадей, пони и так далее пушить не стоит. Это нарушает ваше мировоззрение. Ну, то есть, вы перед своим божеством становитесь, скажем так, не самыми лучшими мобами. Видимо, у сталкера мы уже сами били, ничем особо не примечателено. Собственно, Айс Дьявол. Давайте его убьем. Мой Мак, один из самых толстых мобов, который вообще присутствует в игре. Красный дракон. Ред драгон, так называемый. Исследуем дальше. Ну, тут опять же, видите, в чем проблема. Мы не видим, что где конкретно лежит. Поэтому нам приходится исследовать большую часть этажей. Так, если бы мы знали, где что примерно лежит хотя бы, мы бы могли подобрать ее. А так нам приходится наугад большую часть времени ходить. Но, в любом случае, мы дорогу прямую нам нужно открыть. То есть, от, как говорится, пункта А до пункта Б нам нужно, чтобы у нас была открыта дорога. Тогда уже будем двигаться дальше. Сейчас исследуем весь этаж. С помощью перфитокопаума. Ту мощность, которую мы не смогли измерить. Саменный голем превращается в статуи при смерти. Поэтому ничего удивительного. Я сейчас объясню, почему Кокатрис один из самых опасных врагов. Самых опасных трупов. Смотрите, мы берем, получается, меняем руки. У нас кирка в данный момент в руке. Мы берем, нажимаем кнопку одеть. И выбираем трубка Кокатриса. Мы одели трубка Кокатриса, мы несем его в руке. Мы, кстати, можем сейчас погибнуть из-за того, что у нас перегрузка идет. Давайте его дропнем пока что. И просто поднимем. Вот, собственно, смотрите, сейчас у нас какой-нибудь враг подойдет. Я сейчас вам покажу, почему Кокатрис такой опасный. Вот, смотрите, например, Саламандра. А Саламандра достаточно сильный противник, но у нее иммунитет к огню должно быть. Это огненная Саламандра, по сути. Берем трубка Кокатриса в руки. Обязательно, чтобы вы были в перчатках. Это прямо вам жизненно необходимо. И просто кидаем Кокатриса, собственно, в Саламандру. Нам спрашивают, что вы хотите кинуть, мы говорим, Кокатриса. Кидаем. Ну, видите, мы не попали. То есть, труп миссанул. Как бы это смешно не звучало, но труп может промахнуться. Я покопать почему-то не могу. Кидаем еще раз труп. А, она убежала. Обратите внимание, она опять же убежала. Кидаем в него труп. Опять же, видите, труп миссанул. То есть, блин. Но, на самом деле, это крайне страшное оружие. Особенно, если ваши враги бьют клювом своим. Не знаю, как это объяснить. Факт в том, что либо они вас пытаются опутать. То есть, он, а вот это, получается, существо. Вот, кстати говоря. Саламандра, она тоже привязывает. А у нее тут скорость. Ооо, у него тут скорость прямо огромная. А Саламандра тоже привязывал, но он нас почему-то не привязал, когда мы были с трупом, как Адрисом. Что удивительно. Просто, если бы она нас привязала с трупом, как Адриса, схватила бы, она бы моментально погибла. Но у меня не получилось показать, почему труп, как Адриса, настолько могущественное оружие в игре. Ну, собственно, это у нас орк-капитан, насколько я знаю, да? Ну, давайте сейчас возьмем в руки труп. Попробуем кинуть ворка еще раз трупом. А, труп, кстати, исчез уже. Жаль. А труп, как Адриса, есть нельзя. Поэтому... Делайте, что хотите, но труп, как Адриса, не ешьте. Потому что иначе бы моментально сдохнете. Ваш персонаж просто не выживает после такого купершества. Горин эльфы ничем не примечательны. Вы с ними встречались на ранних этапах. У них единственная экипировка, может быть, очень полезная для вас. Но на начальном этапе она полезна. Дальше она ничем особо не впечатляет. Убираем, собственно, золото. Для того, чтобы она не мешала. Ну, собственно, все. Переходим... А, тут у нас напал Питон. Кстати, вот. Жалко, у нас с собой труп, как Адриса, нет. Потому что, если бы был труп, как Адриса, я бы показал, что случилось бы с Питоном. Если бы он нас пытался бы схватить, когда мы держим труп, как Адриса. То есть, чтобы вы понимали, Питон бы просто превратился в статуи. Это работает на всех врагов, у которых нет... Ну, сопротивления к мнению большинства нет, кроме кислотных и, собственно, самого Лизарда. Но фишка в том, что вы можете очень сильных врагов убить просто этим трупом, просто держа его в руках. Держите его в руках, если у вас Питон будет охватывать. Питон имеет свойство grabs, он называется, если не ошибаюсь, охватывание у него. Вот. Он вас хватает и тем самым он сам себя убивает. Вот, только что видели, да? Питон меня потрогал. Из-за того, что он меня потрогал, он сам себя мог убить, если у меня был бы в руках труп, как Адриса. А это надо забрать. Мне дали слепоту. Это... Только непонятно, каким образом у него отсутствует заклинание. Ну, скорее всего, это электричество так работает. Варга мы уже встречались, ничем не примечательно. Убиваем траппера. Убиваем лошадь, которая на нас почему-то агрессирует. Палочка телепортации присутствует. Ну, она, по сути говоря, бесполезна, потому что... А, ну, мы ходим пешком. В большинстве случаев она вам поможет избежать из окружения, но вы можете в более сложное окружение, скажем так, прыгнуть. Поэтому оно, может быть, вам не всегда полезно. Ладно, я думаю, мы вместе с вами на этом закончим. Всем большой просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok